Очень много людей умирают, знаете, это, наверное, факт, который мы видим, да? Кто-то умирает на войне, кто-то умирает за нас, сегодня защищают нашу страну и гибнет за нас. Знаете, они нас могут телесно защитить, телесно они могут каждого из нас защитить, как-то телесно мы можем жить, но ни одна смерть человека не может нас защитить от ада. Только одна была смерть, которая может нас спасти. Какая-то смерть. Это смерть Иисуса Христа. В Евангелии от Луки, 24 главе, Евангелист Лука пишет такие слова. 46-47 стих написаны такие слова. «И сказал им, так написано и так надлежит пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И проповедано быть во имя Его покаяния и прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Только смерть Иисуса Христа может удовлетворить Божию справедливость. Бог, как справедливый судья, знаете, можно сегодня человеку взятку дал, и тебя отмазали. Но с Богом такое не проканает. Богу никакой ты не можешь дать взятку, ничего ты им не можешь дать, чтобы удовлетворила Божию справедливость. Но Иисус Христос, мы читаем, так написано и надлежит пострадать. Он пострадал на кресте. Он на кресте за каждого из нас заплатил. Вы знаете, что, первое, или нам придется за свои грехи платить вечно, в аду, или нам нужно принять уплату, которую уплатил Христос на кресте. Иисус Христос, Он пострадал. С первого, да, Он родился, потом крестился, потом искушаем был, потом вышел, прослужил небольшой определенный отрезок времени, и потом Его расстали на кресте. Какая цель самой смерти Христа? Цель смерти Христа, дорогие, чтобы мы с вами могли обрести жизнь вечно. Вы знаете, когда выкопают яму, и положат ваше тело, и закопают землей, и оно там через какое-то определенное время распадется на таблицу Менделеева. И вашего тела уже не будет. Но ваш дух и душа, она отправится к тому, кто ее создал. И мы каждый встретимся с Богом. Кто-то встретится с Богом, как с судьей. А кто-то из нас, дорогие, встретится с Богом, как со своим спасителем. Вы знаете, если бы один человек сказал так, если бы человека отпустить на секунду в ад, потом ты успеешь покаяться, потом ты придешь к Богу, потом, 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 завтра. Вот завтраками кормят дьявол. А Бог говорит, сегодня, сегодня день спасения, сегодня день благоприятный для спасения души. И Христос, Он умер, пострадал на кресте. И воскрес измертвый, в третий день. Мы на Пасху как говорим? Христос воскрес, воистину воскрес. Когда мы говорим воистину, мы говорим, правду есть Христос живущий. А осознаю ли я, что я перед этим Христом предстал? Или я прощу? И вот по-настоящему я живой. И дальше написано, и проповедано быть во имя Его, то есть во имя Иисуса Христа. Покаяние и прощение грехов во всех народах. Покаяние. Если вы помните, я когда приезжал сюда, кто был, я говорил, что такое покаяние. Покаяние – это когда я раньше любил грех, я бежал за грехов. Мне нравился этот образ жизни.